всем привет новость не самая радостная но она в общем достаточно обычная к сожалению недавно умер терри холл покинул наш материальный мир что-то часто я стал начинать наше общение с известия о том что кто-то умер но люди умирают так бывает вы в курсе наверное терри холл когда я был юн когда мне было да уже не юн уже я был молодым человеком вполне таким сознательным живосознанно так вот в то время когда мне было 20 лет я и мои друзья не очень-то знали кто такой терри холл но группу в которой он пел и сочинял мы обожали и она была одной из самых культовых наверное среди моих друзей и среди меня тоже это лондонская группа спешил вот такая пластиночка это первый альбом спешил с 1979 год музыка ска британская британская музыка ска при этом не оригинальная и майкская музыка ска а британская лондонского разлива ска вы знаете что это такое да это почти регги но не совсем регги это немножко быстрее немножко веселее и немножко прямее наверное можно сказать чем регги регги все-таки такая поглубже история а ска она более танцевальная музыка собственно она и начиналась как танцевальная музыка когда на ямайке слушали по радио ритм он блюз несущийся из соединенных штатов америки играли примерно то же самое но по-своему и так сложилось так началась музыка ска как танцевальная такая вот замечательная история постепенно как и вся рок музыка она наполнилась смыслом и в случае спешил она наполнилась смыслом больше чем где бы то ни было наверное хотя музыка ска и музыка регги или гей как правильнее говорить на ямайке она вообще-то остро политическая конечно штука помимо всех таких релаксирующих моментов и танцевальных она очень политизирована что нам показал боб марли один из главных пропагандистов музыки регги в европе и в нашей стране в том числе потому что регги мы услышали в массе своей в основном от боба марли через боба марли а потом уже стали погружаться в более аутентичные такие вещи в более корневых исполнителей но это об этом потом отдельно так вот терри холл певец группы specials и пластинка это просто не сходила не не снималась наших проигрывателей мы обважали эту музыку она с одной стороны необычайно веселая вот на этом альбоме она почти аутентичная она очень приближена к настоящему ска но с другой стороны она не с другой стороны вместе с тем она обладает вот этим лондонским британским шармом такая вот какая-то музыкальная изысканность все-таки это дэнди да в хороших костюмах шляпе даже вот шляпах я бы сказал блестящие обуви в галстуках такие модные ребята которые играли в клубах и играли они как неудивительно в основном для скинхедов несмотря на то что два черных музыканта в группе это не вызывало никаких протестов потому что музыка была та самая для скинхедов подходящая но а слушать стали ее не только скинхеды а и мы с вами хоть и лосоватая немножко но тем не менее музыка отличная музыка солнечная музыка жизни музыка открытая и одновременно это танцевальная и есть над чем подумать и будет самые самые разнообразные ощущения песни наполовину здесь кавера старого ска того самого настоящего наполовину новые их авторские произведения и одна лучше другой просто а месседж что и месседж то ее руди первая вещь это кавер начинается тихонечко-тихонечко с гармошечкой въезжает такая месседж то ее руди и и поехала вообще эта музыка она близка очень русскому слушателю на самом деле нашему уху русскому она близка вот это вот на слабой доле когда на что-то похоже правда да вот наверно поэтому рыбе как-то в россии немножко мягко принимается так душевно а проская уж и молчу это вообще разгуляй поле такая разлюли малина дуды дак это по зверее по агрессивнее здесь больше лондона уже чем я майки хотя все равно ска все это играется барабан грохочет с реверберации все здорово и цаптую это еще более мрачная штука nightclub совсем мрачная несмотря на веселую музыку но это такие будни ночного лондона а ночной лондон это вам я скажу не пятизвездочный отель там гораздо все серьезней does make it all right в nightclub кстати там всякие музыкальные появляются уже изыски и в целом хочется сказать что музыка кажется лаконичная очень и очень простенькой сначала но когда слушаешь пластинку дальше 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 не погружаешься становится понятным что музыканты играют то ого-го как ого-го как и конкрет джангл пьеса не самая простая тухат тоже monkey man это дикое веселье совершенно и здесь если не в каждой песне но через песню в этом случае можно услышать те самые чудеса бас-гитары как играет бас-гитара в музыке ска это вообще отдельная история это настоящее чудо потому что я например до сих пор не могу понять как это вообще сочиняется как играется я слышу песню там nightclub да или это там doesn't make it all right слышу все понятно все ноты читаются да можно можно это снять сыграть все понятно но сочинить другую песню с таким же подходом басовым не получается это какой-то переключатель в мозгу должен существовать то же самое касается ударных то же самое касается перкуссии и об этом лучше всего могут рассказать музыканты группы маркшейдер кунст нашей санкт-петербургской которые на музыке ска зарубились уже не один десяток лет это дело изучают играют играют очень хорошо и они могут целую лекцию прочитать и про бас-гитару в ска и про перкуссию в ска и про барабаны в ска это я не знаю говорить о том что это очень сложная отдельная история неправильно потому что вся правильно сыгранная музыка она сложна вообще для исполнителя но в ска просто совершенно особенные приемы отдельные понимание ритма особенное свойственное только вот этому направлению и если кому-то интересно можно связаться с маркшейдер кунст с музыкантами они с удовольствием прочитают вам целую лекцию про это я не специалист я просто слушатель я не могу понять как играется бас-гитара здесь как это вообще что в с мозгом происходит down in the new era песня которая толкает вперед дает движение такое но при этом ничего хорошего как-то в новой эре не видно несмотря на веселость кажущуюся но как-то вот не сзади не позади не сейчас не впереди чего-то не прослеживается ничего хорошего не понятно что грандиозное произведение ту мачту янг длинная песня с повторами ту мачту янг ту мачту янг завораживающая голос исчезает остается барабан голос появляется музыка исчезает остается барабан и очень здорово просто гипноз и вандеры нау и гангстерс последняя песня классика очень рекомендую этот альбом равно как и вторая пластинка группы specials это восьмидесятый год кстати вот эту пластинку продюсировал элвис костелло который уже в семьдесят девятом году был классическим британским музыкантом настоящим мэтром он вообще самого начала был мэтром и по всю пору остается мэтром это гений британской музыки и музыки вообще безоговорочно элвис костелло он по моему с момента рождения уже был моцартом ну 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 или где-то около правило костелло тоже потом мы отдельно сами поговорим пообщаемся так вот это продюсировал костелло и поэтому эта музыка несмотря на то что она почти аутентична почти ямайка она вот с этим лондонским таким прононсом я извиняюсь за такое слово чистенько и очень здорово все сделано а вот это продюсировал уже не костелло а я даже не знаю кто на самом деле но но не костелло но неважно и она на удивление хотя это ска тысяча процентная все это осталось все эти слабые доли все это черно-белое пение кстати черно-белое пение музыканты группы ска открыли свою фирму назовен тут он свой лейбл точнее тут он два ту два тон две ноты и они говорили о том что тут он это значит да две ноты одна нота черная другая белая вот здесь музыканты черные белые играют музыку черную и она времен с этим белую и вот здесь черное все осталось но белого прибавилось в значительной степени и она может быть для слушателя не подготовленного для тех кто так ска не погружается особенно в регги не погружается особенно может быть она будет даже ближе и понятней хотя тут понимать то нечего тут просто сплошное веселье что там понимать но здесь она более такая она более британская более битовая и ближе к опять таки местами такие моментики возникают ближе к биг биту британскому даже чуть-чуть нежели к ска очень интересно и она гораздо богаче как-то по музыкальной палитре хотя я уже говорил о том что все играют очень здорово но здесь мало того что все играют очень здорово играют еще и очень много и палитра расширилась и орган с вибрато вовсю как на первом альбоме так и здесь здесь вопросов больше и гитары больше и голосов больше и всего 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 больше и мелодии уже пришли немножко такие а британины и смысле больше британского в них стало чем я майк ского вы майка и слава богу осталось тоже поэтому не стыдно поэтому второй альбом спешился но спешился он ну не хуже 1 1 просто где-то веселее местами а здесь но здесь веселье начинается с первой песни тоже enjoy yourself вовсю очень похоже на первый альбом rat race продолжение веселья а вот монет си 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 аэй си нд и все понятно да что это уже про ядерную войну это уже психоделее это уже звуки гул грохот и все вот эти вот технократические такие истории и очень странно от спешил вдруг такие полотна слышать ближе к психотерическому року но осталось все ска хэй литл рич гелл это в какой-то степени даже похоже на кингс по идеологии по музыке но при этом ска все равно присутствует все на никуда не делается все равно это осталось но уже куда-то уже мы погружаемся да уже пикадилли здесь у нас пальмы ямайки где-то остались чуть позади а уже пикадилли уже карнаби стрит уже вот это все здесь пришло про следующий песни вообще молчу дунафы называется она и она each day i walk around this lonely street trying to find find the future new pair of shoes are on my feet cause fashion is my only culture песня сама по себе очень похожа на песню виктора цоя я иду по улице в зеленом пиджаке и она примерно о том же самом и повествует я не удивлюсь если выяснится что витя цои а витя цои прекрасно знал эту музыку и эту пластинку эту пластинку я не удивлюсь если он прочитал текст и написал что-то похожее про я иду по улице в зеленом пиджаке очень здорово пролос кафе мрачноватая песня и последняя на первой стороне песни с текстом from russia with love goldfinger thunderball казино рояль соулс шмак чарос with kgb cia fbi m15 interpol scotland yard cia вот такая политизированная песня вторая сторона мрачнее первый значительно стереотипс holiday fortnight instrumental i can stand it мрачная штука и вообще она вся странно такая мрачноватая вообще эта музыка она с одной стороны легкая с другой стороны она о том как живет простой человек в лондоне равно можно сказать о том как живет простой человек в ленинграде в санкт-петербурге в москве в нью-йорке в париже в красноярске где угодно она про нас и этим она хороша кайфово и заслуживает пристального если не внимание то пристального погружения в это веселье которое нас спасает от многих неприятных вещей пока